Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Углядел в магазине очень приличную свиную корейку и решил нафаршировать ее сыром. Будет эдакая свиная котлета в хрустящей панировке. Или даже сэндвич с такой котлетой. Еще понадобится баклажан. Будет вкусно, я думаю. Поехали. Его надо сначала поджарить. И немного соли. А теперь разберусь с корейкой. Прорежу карман в ней. Свинина, на мой вкус, хороша с чесноком. Так что я в сыр чеснок добавлю. Затру его в кашу. Причем много чеснока не надо. Кстати, баклажан пора переворачивать. Ну а теперь попробую нафаршировать котлеты. Ну что, пора готовиться к панированию. Соли обязательно. Чтобы панировка лучше прилипала, первый слой будет из крахмала. Затем уже мокну яйцо, затем сухарную крошку. Отлично. Так, а баклажанчики уже готовы. Хлеб для сэндвича тоже хочу поджарить. У меня не только котлеты в сэндвиче хрустеть будет, но и хлеб. Масло побольше. Котлеты блуджаются в полуфритюре. Этот процесс в кулинаре называется пряжение. Температура масла 150-160 градусов. Точно не выше 160. Будет выше, панировка начнет гореть еще до того, как котлета внутри прожарится. Так что, следите за температурой. Это важный момент. Котлету сначала на салфетку, чтобы слишки масла впитало. Это у меня рассольная моцарелла. Кстати, давайте посмотрим, что там внутри. Внутри там красота хрустит. Класс! Ну и как вам такое сочетание? Поджаренный баклажан, хрустящий хлеб, хрустящая котлета с начинкой, сырно-чесночный, хрустящий зеленый салат. Короче, все хрустит. Есть, конечно, такой здоровенный бутер, как бутер, как сэндвич, неудобно. И я не собираюсь так поступать. Надо его разбирать в тарелке и есть с ножом и вилкой. То есть это такая, может быть, претензия на интересную форму подачи. Так же, как американские, знаете, эти огромные совершенно бургеры, которые едят ножом и вилкой, разбирая на части. Ну, мне кажется, получилось симпатично. Мне нравится, по крайней мере. Не знаю, как вам. Вы напишите в комментариях, что и как. Есть это дело по-свински, я буду уже за кадром. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok